Приветствую всех, кто смотрит нас у экранов в эту минуту, в студии Марии Устинова и прямо сейчас о происходящем в Электрогорске. Главные темы дня. Санитарно-эпидемиологическая обстановка. В усиленном режиме. Глава проверил работу коммунальных служб. Лавина на улицах города. У каждого своя зима. Мурашки по коже. Отмороженные амазонки снова в деле. Репортаж с оперативного совещания. Спортивный обзор. Прогноз погоды. По данным Роспотребнадзора Московской области, по состоянию на сегодняшний день в нашем округе следующая обстановка по заболеваемости COVID-19. 3349 случаев заболевания. Плюс 296 за неделю. 2862 жители выздоровели и выписаны из медицинских учреждений. 411 человек находятся на лечении. 76 человек скончалось. С 24 января Электрогорская городская больница изменила режим работы. Теперь, чтобы не ждать визита врача на дом, пациенты, у которых наблюдаются признаки ОРВИ, кашель, насморк, но температура ниже 38 градусов, могут самостоятельно посетить поликлиники без предварительной записи. Для этого увеличено количество терапевтов на приеме и разделены потоки пациентов с признаками ОРВИ и без них. Медицинский специалист проведет прием в день обращения в поликлинику и возьмет тест на COVID-19. Плановый прием узкопрофильных специалистов в поликлиниках ограничен. Но если пациент нуждается в неотложной помощи, терапевт направит его на прием к профильному специалисту. Минздрав России выпустил памятку для граждан о действиях в случае бессимптомного или легкого течения новой коронавирусной инфекции и острой респираторно-вирусной инфекции. Выписка льготных лекарственных препаратов будет продолжена. По возникающим вопросам звонить по телефону 8 991 860 05 30, 8 496 43 3 36 61. Телефон аптеки номер 315, 8 965 209 05 19. Дистанционное закрытие листков нетрудоспособности по телефону 3 0902. Чтобы ни один пациент не остался без внимания, в Подмосковье по поручению губернатора Андрея Воробьева усилили работу колл-центра 122. В помощь специалистам направили 100 студентов медицинских колледжей, которые будут давать консультации с жителем. Главное сейчас дать возможность оказать помощь тем, кому она действительно необходима. Медики прилагают для этого все усилия. Основным способом обезопасить себя и окружающих по-прежнему остается соблюдение санитарных мер и вакцинации. Еженедельно прирост заболевших составляет более 200 человек, что очень много для нашего небольшого города. По-прежнему единственным способом защитить себя и своих близких является вакцинация. Помимо вакцинации для взрослых, на базе детской поликлиники стартовала бесплатная и добровольная вакцинация подростков от 12 до 17 лет вакциной «Спутник М». Вакцину «Спутник М» ГамКовидВакМ зарегистрировали в ноябре 2021 года. Прививочная кампания началась в конце января 2022 года. Это аналог «Спутник Ви» со сниженной в 5 раз дозировкой, что позволяет детям вырабатывать достаточный иммунный ответ на прививку. Как и «Спутник Ви», подростковая вакцина состоит из двух компонентов. В нашу больницу 22 января поступила детская вакцина для профилактики новой коронавирусной инфекции. Эта вакцина применяется для подростков и детей с 12 лет до 17, соответственно. С 12 до 15 лет родители должны быть вместе с ребенком, чтобы заполнить и анкету за ребенка, и согласие добровольное медицинское. Затем ребенка осматривает врач, и он уже идет в кабинет вакцинации, где прививочная медсестра его прививает. Также после вакцинации рекомендовано полчаса побыть в коридорчике, чтобы посмотреть за состоянием, чтобы ребенку не стало вдруг плохо. Пока вакцина поступила в количестве 30 ампул. Прививку можно сделать в прививочном кабинете детской поликлиники. По словам врачей, спрос на вакцину есть. Как только вакцина поступила, уже во вторник, соответственно, 25 января пришли 4 человека, чтобы привиться. А в пятницу было уже 9 человек, которые пришли привиться. И, соответственно, сейчас у нас привиты уже 26 человек. Если вы пришли в больницу и вакцины не оказалось, не стоит волноваться. Вас запишут в лист ожидания, и как только препарат поступит в поликлинику, оповестят. Вот уже больше года, как в Электрогорске появился клуб любительниц зимнего плавания «Отмороженные Амазонки». Его участницы несколько раз в неделю вырезают прорубь на заледеневшей реке, даже когда на улице большой мороз. Кроме этого, они принимают участие в соревнованиях по зимним заплывам. Окунуться в прорубь для них – самое настоящее удовольствие. Это дарит заряд позитива и отличного настроения, делает крепче и выносливей. У каждого свои дела, заботы и хлопоты. Но посвятить некоторое время себе и здоровому образу жизни стоит обязательно. Кто-то присоединился лишь недавно, а кто-то плавает уже много лет. Занимаюсь моржеванием год. Плаваю давно, с детства. Нигде особо не занималась плаванием, но я плаваю 6-7 лет сама. Я так в деревне выросла, некуда было. А потом все-таки оказалось, что я хорошо плаваю. У нас еще есть клуб «Мафия беганутых» Электрогорска. Мы потом сделали… Сначала мы были в клубе «Стальная воля», а потом мы решили сделать свой отдельный клуб «Отмороженые» «Амазонки». Нет, я пошла моржевать след за Мариной. Она начала, и что она предлагает, то я… А, ладно, давай. Что за новое? Мы всегда открыты к новому. Мы правильно начали с осени. Сложно ли было погружаться в первый раз? Как готовились к этому? Погружаться, честно могу сказать, было совсем не сложно. Лично для меня самое главное – отключить свой мозг, не бояться, не нервничать, и делать это спокойно, и ставить себе какую-то цель. Главный идейный вдохновитель и мотиватор – «Амазонка» Марина Замалаева. Многие пришли в клуб благодаря именно ей. Для закаленных, сильных и смелых духом нет понятия купальный сезон. Нырять в воду они могут круглый год, даже если за окном минус 15. Стараемся держать прорубь в порядке как минимум два раза в неделю, потому что если… Вот на прошлой неделе мы были в четверг, и сейчас среда, почти неделя прошла, и лед, наверное, уже сантиметров 25-30. Тяжеловато. Вон, я вся, мыли уже. Фрорубь у нас находится на дальних карьерах. Вот. Посмотрите, какая чистая вода, чтобы, может быть, кто-то там думает, что она мутная или еще. Нет, она прозрачная. Там можно даже наблюдать рыбки, рыбок и траву. Вот. Пришли мы в это с целью одной. Не шокировать людей ни в коем случае, а в первую, наверное, очередь, естественно, ради здоровья. Ради… Даже не ради здоровья, если быть честным, ради познания самой себя. Да? Получится, не получится у самой себя, да? Найти в себе эти эмоции, с какими эмоциями я захожу в эту прорубь, что я в себе подавляю в этот момент, потому что, естественно, входить в прорубь на эмоциях, когда ты… да? И с частым дыханием противопоказано. Зашел с таким дыханием, сразу выходишь. Ни в коем случае. Мы уже знаем о ярких успехах в мафии и бегонотах, но на этом девушки не останавливаются. Недавно они установили очередной рекорд. Принимают участие в зимних соревнованиях по плаванию. Начиная с 2022 года, открыли в себе желание поучаствовать в первых соревнованиях, открытых соревнованиях в Москве по зимнему плаванию. Да? И уже это уже вторые соревнования. Мы прошли, были последние в эти выходные. Вот. Сейчас к нам уже можно обращаться не как маржи, да, маржи электрогорска, а именно пловцы, да, пловцы именно в холодной воде по зимнему плаванию. Вот. На этих соревнованиях последних в Москве на Грибном канале мы выступали с шоу «Заплывом» с нашими девочками замечательными. Естественно, у нас было прекрасное шоу. Все нас ждали, потому что первый раз мы приезжали в Переславль-Залезск и там уже про нас знали. То, что есть такие отмороженные амазонки, которые погружаются именно со своей фишкой. Мы погружаемся всегда с контентом. Именно, заметьте, погружаемся. Мы не прыгаем в прорубь. Мы погружаемся на спокойном состоянии. Это немаловажно при учете того, что, как бы вы, наверное, все слышали, о бедах, которые недавно были. Вот. И на этих соревнованиях последних я плыла личную дистанцию 25 метров бутерфляй и заняла первое место. Да, да, да. В ледяной воде, значит, вода была 1,2 градуса, а воздух минус 9. Зимние заплывы проходят всегда весело, дружно и с пользой. А согреваются стойкие моржи горячим чаем и теплым общением, которое, как и вода, несет в себе только полезные и оздоравливающие свойства. На контроле. Глава города проверил, как коммунальные службы справляются с уборкой снега. В ходе еженедельного объезда проехали по местам общего пользования – дворам, улицам, детским площадкам. В рамках программы капитального ремонта на улице Советской продолжается ремонт кровли. Крыши этих домов не ремонтировались уже более 25 лет. Здесь была шиферная черепица. С годами начались протечки, и у жителей возникли проблемы. По многочисленным просьбам покрытие меняют, устанавливают прочную стропильную систему, а после произведут монтаж профнастила. Жители вообще подходят? Да, общаемся вполне адекватно, разумно, с пониманием полностью, потому что понимаем, каких годов постройка домов. То есть максимально бережно, максимально аккуратно. Никаких затопов раз нет и не было. То есть все накрывается вовремя, все демонтируется, спускается, вывозится все в рамках капитального ремонта. Здесь только кровля у нас, да, и все? У нас только кровля здесь, да. Но это куда вывозите все? Это все вывозят, либо частники забирают, либо вывозят на переработку, либо же, ну вот, в основном, частники переработают. Просто мы, да, мы сталкивались на колоссонах, да, вы, пожалуйста, посмотрите, чтобы уборка, то есть полноценно. Основное внимание уделили содержанию городских территорий. Проверили, как расчищаются подходы к социальным объектам, тротуарам, пешеходные переходы. Ряд замечаний выявили на территории автовокзала. Большие кучи снега, которые уже успели превратиться в кашу, создают неудобства для перемещения жителей. Кроме того, с крыш здания свисают огромные глыбы льда и сосульки, а слой снега настолько большой, что под его тяжестью могут обвалиться козырьки. В неудовлетворительном состоянии находится и переход через железнодорожные пути. Ступеньки платформы, а урны переполнены мусором. Глава поручил привезти в надлежащий вид автомобильную парковку у городской больницы и расчистить пешеходный переход с тротуаром, ведущий к учреждению, следить за состоянием кровель. Чистят крышу, а там собираются они? Там потом. Тоже, смотрите, этот козырек уже надвисает. Там альпинисты с обратной стороны завершают диагностику и дискополиклинику. Вот это пускай делать. Во время прошлого визита на городской стадион выявили замечания в раздевалке. В этот раз проверили исполнение. Сейчас все приведено в порядок. Замечания, конечно, есть. В первую очередь это связано с парковочными местами автотранспорта. К сожалению, как я уже не раз обращал внимание, не все машины вывозят. Соответственно, большая техника, круглого горит, проблематично почистит стоянку. Вторая проблема, это, конечно, вывоз снега. Куч много, снег вывозить надо. У нас снегосвалки уже практически все заполнены. Сейчас будем, наверное, еще, скорее всего, одну открывать. Обратили внимание на наши спортивные объекты, на социальные объекты, на снег на крышах, которые тоже в настоящий момент надо убирать, потому что повышение температуры, это влажность, большая воздуха, это идет утяжеление массы снега, находящегося в связи с впитыванием влаги. Поэтому задачи поставлены нашим дорожным службам. Ну, как я уже говорил, они работают в двухсменном режиме, особенно, что касается вывоза снега. Мы проехались, также посмотрели, как, несмотря даже на зимние условия, все жители наши все переживали, как это зимой можно делать кровлю. Оказывается, кровлю делать можно. Поговорили с жителями, услышали их мнение, что да, действительно, ремонт осуществляется качественно. Люди, осуществляющие капитальный ремонт, и представители, вернее, этой организации, постоянно связи с нашими жителями, если есть какие-то вопросы, даются разъяснения, понимания. Жители довольны, что протечек нет, самое главное, в квартирах в это зимнее время. И работа осуществляется в соответствии с графиком. Представитель Госадмтехнадзора положительно отметил работу управляющих компаний и дорожных служб. Но следует обратить внимание на вывоз снега с внутридворовых территорий. В рамках объезда обратили внимание на состояние внутридворовых территорий. Именно тротуары вдоль домов порадовала работа дворников. Действительно, и входные группы в подъезды, и тротуары расположены около МКД, вычисленных в большинстве случаев до твердого основания, согласно нормативам. Тем не менее, необходимо обратить внимание на иные пешеходные коммуникации, которые соединяют внутридворовые пространства, общественные пространства, так называемые внутриквартальные. Также усилить работу необходимым по тротуарам, которые расположены вдоль автомобильных дорог, поймать, что называется, сейчас момент оттепели и довести ее до нормативного состояния. Ну и отдельно хотел бы акцентировать внимание на необходимость вывоза снега с внутридворовых территорий в избежание последующих подтоплений. Кто-то не удивляется снежной зиме. Кого-то огромные снежные насыпи все-таки пугают. Но можно сказать одно – количество осадков в этом году далеко не маленькое. Как электрогорцы переживают такую погоду, узнала наша съемочная группа. На районе нас окружает небывалое количество снега. Кошмар для коммунальщиков и радость для детей. Вот такие горы поселились на улицах Электрогорска. Вы только сравните эти масштабы. Мой рост – метр семьдесят пять и размер горы. Но можно заметить, что тракторы активно работают, ведь детские площадки почищены. Дети неимоверно рады сугробам. Им такое количество снега только в радость. Расскажите, почему вы время проводите на детской площадке? Нравится ли вам погода и как вообще у вас настроение? Ну, мы проводим детской площадке, здесь очень много снега, и нам очень здесь нравится. Ну, просто погода такая теплая и не очень холодная. Ну и да, тут очень много снега. Снега много, понырять можно. Да и в общем весело, на улице тепло, хорошо. Слепить можно что-нибудь. А в снежки играете? Да, да. Играем. И как мы видим, коммунальным службам сложно поспевать за выпавшими осадками. Но они все равно справляются со своей важной работой. У них просто нет выбора. Жители рассказали, как им работа коммунальщиков в Электрогорске. Расскажите, как вам погода? Ну, мне нравится такая. Как вам вообще заснеженность города? И как считаете, коммунальщики справляются со своей работой? Ну, я считаю, справляются. Ну, если только на бульвар, например, гулять. Ну, а вообще, как настроение? Как зиму проводите? Ну, гуляем и дома сидим. Как вам погода? Погода замечательная. Почему решили? Прогулок самое то. А почему решили выбраться из дома именно сегодня? Так я каждый день по двору захожу, независимо от погоды. Надо сказать, удобный город. Вот. Я ведь из Сибири. Вот. Там... То есть зима вас не пугает, да? Не пугает. И морозы. Это разве морозы? Сибирские морозы? Вот это да. А это... И пешком по городу можно спокойно добраться из одной точки к другому, да? Ну, конечно. Ну, я хожу очень маленьким маршрутом, но там, где я хожу, расчищено. Можно пройти. Ну, вот от моего дома до работы я дохожу нормально. Хорошо. А дальше я просто не хожу. А расскажите, как вам вообще заснеженность города? Считаете ли вы, что коммунальщики справляются со своей работой? Ну, по сравнению с другими городами, я катаюсь так по области, по сравнению с тем же Орехово-Зуево или Кинодалево, у нас очень даже хорошо. Можно пешком пройти? У нас все как чистят, у нас все хорошо. Парковки, тротуары, дворы, заезды к домам чистятся по очередности. И снегоуборочная техника как можно быстрее очищает наши улицы по мере их заснеженности. Также свою оценку высказали и водители такси. Сложно ли работать с таксистом зимой? Да и не особо. Вообще, как зиму пережили на машине? Очень хорошо. Людям вообще много? Спрос большой на вызовы? В феврале чуть поменьше, а так катаются. Ну, а вообще по дорожной ситуации, что скажете? Как коммунальщики справляются со своей работой? Ну, во дворах не особо, а так нормально. Какой оценок вы ставите коммунальщикам? Я думаю, 3-4. 3-4. Из каких? Из пяти. По пятибалльной системе троечку. Коммунальщики у нас большие молодцы. Люди замечают их старания, и без них Электрогорск пропал бы под толщи снега, как Атлантида на дне моря. Пожелаем им терпения, сил и исправной техники. И о погоде в завершении выпуска. Ближайшей ночью нас ждет переменная облачность. Температура воздуха составит минус один, минус три градуса. Атмосферное давление в пределах нормы. Возможно, слабая геомагнитная буря. 10 февраля небо затянет облаками. Пройдет небольшой снег. Будет сильный туман. Днем столбики термометров покажут минус один, плюс один градус. Ветер юго-западный, умеренный. На этом наш эфир завершен. Прямо сейчас на канале репортаж сепаративного совещания. А сразу после еженедельный спортивный обзор. На этом все. Я прощаюсь с вами. Студия была Мария Устинова. До встречи на канале ТВЛ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова